Держи его! В Свердловской области сотрудники ФСБ хлопнули ячейку международной пан-исламистской партии Хизбут Тахрир Аль-Ислами, которая в России еще в 2003 году была признана террористической организацией и потому запрещена. По официальным данным областного управления ФСБ в ячейке было 5 членов, которые родились в царе, но перебрались в наш опорный регион и занялись вербовкой. Кто-то спросит, в каком еще царе они родились? А, ну в смысле они выходцы из Центрально-Азиатского региона, сокращенно царе. Этот квинтет азиатов по указанию заморских эмиссаров распространял в России террористическую идеологию и на тайных сходках заманивал в свои запрещенно-тахрировские ряды и местных мусульман, и гастарбайтеров. Выше означенная пан-исламистская террористическая партия вообще-то декларирует ненасильственный путь достижения своих целей, но при этом она запрещена за свою радикальную риторику не только в России, но и в Китае, Турции, Индонезии, в Центральной Азии и даже во всех арабских странах, кроме Йемена, Ливана и Эмиратов. Что касается постепенно исламизирующейся Европы, то вышеназванная партия запрещена только в Германии из-за непризнания ею государства Израиль. Как видно по картинке, любезно предоставленной пресс-службой УФСБ, крепили квинтет террористов и в квартире, и на каком-то предприятии, шнуровали жестко, со штурмом, в адресе вербовщиков изъяли запрещенную литературу, в частности, как видно, брошюрку «Исламское государство», которая тоже признана в России террористическим и запрещенным. Кроме того, чекисты изъяли мобилы, компы и прочие электронные носители информации. Против пятерых ячеечников возбуждено уголовное дело и очень вероятно, что все вербовщики отправятся в неволю. Прецеденты были и в большом количестве. По некоторым данным в России уже сидят более 300 членов вышеозначенной террористической партии.